Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что узбекский боксер Бегтимир Меликузиев был дисквалифицирован всемирным антидопинговым агентством на 4 года, в то время как его бывший соперник Сергей Ковалев, напротив, был оправдан и сможет спокойно продолжить свою карьеру. Сегодня говорим об этой теме, поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Не-не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп, стойте. Для этого повода, мне кажется, надо одеться немного по-другому. Вот так-то лучше. Поехали. Для начала немного предыстории. 17 декабря 2020 года мы с вами узнали новость о том, что россиянин Сергей Ковалев проведет свой следующий поединок против узбекского проспекта Бегтимира Меликузиева. Бой был запланирован на 30 января 2021 года в Москве. Кроме того, сторона Ковалева настояла, чтобы оба спортсмена приняли участие в программе Ассоциации добровольного тестирования на допинг. Или сокращенно ВАДА пишется через ВИ. И как теперь выясняется, не зря. И этот факт, кстати, никак не освещался в СМИ. Оказывается, Бегтимира Меликузиева в 2018 году, а конкретно 28 февраля, уже ловили на применении запрещенных препаратов. Но ловили офицеры Всемирного один допингового агентства. Или ВАДА пишется через В. Бегтимир был отстранен на 2 года. Далее события развивались следующим образом. Буквально за неделю до боя узнается, что в пробе Сергея Ковалева нашелся синтетический тестостерон. Он был временно отстранен на время расследования. Далее, со слов менеджера Сергея Эгиса Климоса, мы с вами узнаем информацию о том, что оказывается, запрещенное вещество попало в организм Сергея с препаратом, который ему выписал американский доктор. И я так понимаю, сейчас идет разбирательство с этим самым доктором. И вполне возможно, что он будет лишен лицензии, потому что применение допинга в США является уголовно наказуемым преступлением. Сергею в итоге удалось оправдаться перед ВАДА, доказать, что он принимал этот препарат не специально. Те постановили, что если в шести пробах, которые будут забраны у Сергея после того, как у него были обнаружены грязные пробы, не будет запрещенных веществ, то Сергей сможет спокойно продолжить свою карьеру, что он с успехом и сделал. Что касательно самого Бегтимира Меликузиева, то он высказался на этот счет предельно четко. Мне все равно, что там в пробах Ковалева, просто тащите его в ринг и пусть этот бой состоится, невзирая ни на что. Вот это вот, невзирая ни на что, интересно, к чему оно относится? Как вы думаете, уж ли не применению им фуросемида, который был обнаружен в его пробе 28 февраля 2018 года? Для тех, кто не в курсе, поясню два момента. Номер один. Фуросемид это диуретик, который применяется для сгонки веса. Но что более важно, он маскирует применение других запрещенных препаратов. Момент номер два. Бегтимир был пойман офицерами всемирного антидопингового агентства, которое курирует вопросы олимпийского бокса под эгидой Аиба и МОК. Бег сотрудничал с ними еще, будучи любителем. Это еще не конец. Его грязная проба привела его к дисквалификации на два года, до 27 февраля 2020 года. И невозможности участвовать в соревнованиях под эгидой Аиба и МОК. Но я так понимаю, он и не собирался. Но проблема в чем? Он указал свой адрес в системе Адамс. И допинговые офицеры приходили к нему три раза, и не смогли его застать по указанному адресу, что привело еще к двухлетней дисквалификации. Итого получилось, что он дисквалифицирован на четыре года. От него сейчас открестилось даже его собственное родное национальный спортивный комитет Узбекистана. Далее. К чему это может все привести? Да, он не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой Аиба, но он и не собирается. Он собирается продолжать свою спортивную карьеру. Но проблема в чем? Что ВАДА не курирует вопросы семирного бокса. Но спортивные организации, боксерские, такие как WBC, WBA, WBO и IBF, вполне могут прислушаться к их мнению. Вот это поворот! В этом деле еще очень много вопросов без ответов. Потому что, я так понимаю, что перед боем с Ковалем он уже сдавал допинг-пробу, и она оказалась чистой. То есть он был допущен до поединка. С другой стороны, если ему нечего было скрывать, чего тогда он не оказался по адресу, указанному в системе Адамс? Быть может он переехал, или возможно ему есть что скрывать? Как думаете вы? Еще один момент. Как вы думаете, вприжется ли за него его промоутер, если Беккад все-таки дисквалифицирует профессиональные боксерские организации? Как это уже однажды и сделал Golden Boy в случае с Саулем Альваресом, когда тот был пойман на применение Кленбутурола? В общем, в этой ситуации еще очень много вопросов без ответов. Будем следить за развитием событий. У меня на сегодня все. Если это видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех буду также видеть рад у себя в Инстаграме. Ну и до встречи. Всех обнимаю. Увидимся в новом видео. Пока. Продолжение следует...